Сопротивление бесполезно. Отвал автогрейдера беспощадно сгребает снег со 2-го Владимирского озера. Позже его распределят слоем, необходимым для обустройства гоночной трассы. Сергей Каинов готовит трек для Лжни России уже в 13-й раз. Такой малоснежной зимы не припомнит. Было время, когда снега было много, нормально. Дорогу делали. Здесь пробивали снег поверху, потому что проехать нельзя было снега. Чего-то ради снега. Просто как кот наплакал, можно сказать. Несмотря на все трудности, старт будет дан вовремя, говорят городские власти. Сегодня они вместе с полицейскими и спасателями уточняли обустройство зоны отдыха для участников и гостей. Где разместят развлечения, полевую кухню, а где палатки для обогрева. У нас будут работать детские игровые площадки. Управление культуры всегда очень креативно подходит к реализации. Будет работать ледовая площадка, поэтому кто не умеет кататься на лыжах, либо хочет еще и покататься на коньках, он сможет покататься на ледовой площадке. И на сегодня мы прорабатываем вопрос сделать площадку для катания детей на снегоходах. А вот о спортинвентаре тем, кто все-таки решит бежать на лыжах, придется позаботиться самим и заранее. Опыт прошлых лет показывает, в день забега найти его даже в прокатах практически невозможно. Ожидается, что в 13-й лыжне России примут участие не меньше 4 тысяч человек. По словам мэра, для их комфорта все предусмотрено. Возможность приехать на своем транспорте и оставить машину мы продумали. То есть будут места парковочные, места для автобусов, на которых привезут организованно наших школьников, тоже места эти подготовлены. Службы, которые будут отвечать за безопасность, все определены. Заявки на участие в лыжне начнут принимать в городском управлении по физической культуре и спорту за два дня до старта. Зарегистрироваться можно будет и на месте в день забега 9 февраля. Первые гонщики стартуют в полдень. Единственное, чего бы хотелось, это чтобы снег стартовал немного раньше. Кристина Слепцова, Денис Лугов, программа «Город».